Привет непрофессионалы и дилетанты, меня зовут Александр Буглов, продолжаю вести Динамо вперёд в Чемпионате России, и Антон Шунин пришёл и говорит, у него растёт стремление к новому вызову, понимаешь, ну давай так говори, я 1008 защищал цвета команды Динамо, считаю, что достиг здесь всего, думаю, что... Знаешь, я тебе так скажу, так, подожди, я постараюсь, постараюсь, а вот, я знаю, что ты пришёл ко мне, поскольку мне известно, не проявлять ни Динсклубов, не проявлять интереса к тебе, я с вами согласен, да никто не сделает по тебе предложение, ёлки-палки. Тоша, Тоша, понимаешь, пришёл и думает, какой я, думаю, это великолепный футболист, понимаешь, очередь за тобой стоит, Тоша, Тоша, понимаешь, Бесков, да, Бесков бы посмеялся, Бесков бы посмеялся, если бы к нему Досай бы пришёл, сказал, я не вижу будущего, понимаешь, вот, так что посмотрим, к чему это проведёт, я думаю, что Тошу точно никто покупать не будет. Совет директоров выражает восторг на сестого руководителя, конечно выражает, потому что я профессионал, другой вопрос, что вы мне денег не даёте, понимаешь, уровень клуба, знаешь, невозможно поддерживать на высоком уровне, когда, понимаешь, вся команда, ну чё ты где, чё ты как играет, живоглятов после трёх месяцев вернулся в игру, ну, вы ж понимаете, да, понимаете, да вырожденец изначально, и плюс ещё травмирующийся, так что, в принципе, этого игрока, если за него хоть какие-то деньги получится выручить, его надо продавать, до сих он не имеет появления в основном составе, ну, потому что вырождение, что скажешь, имея слабейшие просто физические показатели, да, ну, на таком уровне, даже, даже для пример лиги, да, это очень слабые показатели у Димы, ну, это, возможно, претензии к ресёрчерам, которые такого Диму сделали, да, всё-таки, я думаю, что он посильнее немножко должен быть, но здесь это, конечно, это, это, конечно, страшно, его надо продавать, список на золотой мяч обнародован, да, Агуэра, Роналдо, Дебрильда, Азар, Месси и Суарас, ну, опять Месси выигрывает, что, даже, знаешь, стыдно обнародовать там что-то, ну, и уже трансферные слухи вовсю циркулируют, Мартинес претендует на Алексея Козлова, ну, в принципе, это неудивительно, поскольку Козлов один из, скажем так, лидеров, да, нашей команды, и даже по мировым меркам, да, очень хороший футболист, ну, знаешь, даже в топ-клубе не затерялся, я бы так сказал, уже на пике своих возможностей, профессионал, обладающий хорошей скоростью, ускорением, выносливостью, опекой, отбором, ну, может быть, не в таком топ-клубе, как Барселона, например, да, или Бавария, но в команде вроде Арсенала, да, вроде, знаешь, вроде, ну, может быть, Парис Энжермен, да, таких вот, не совсем, не реал, да, но чуть-чуть ниже уровня, но он может, он может играть, и именно в статовом составе, поэтому неудивительно, что им так интересуется, интересуется Эвертон пока, что, да, ну, у Эвертона там, так, у Эвертона там же Гелка, ну, видишь, он же Гелка все-таки центральный, им поэтому нужен крайний защитник, они, видишь, как ищут, ищут замену в лице, в лице нашего Козлова. Сауд Гемптон заинтересован в проведении Ионова также, ну, и опять же, да, Ионова и Козлова отпускать мне не с руки, потому что Иона вообще у нас атакующая сила, да, одна из главных, вот, ну, и плюс у него скорость ускорения для ЧПТ России очень хорошая, поэтому он играет, хотя, может быть, рейминг, техника и все вот это вот оставляет желать лучшего, но все-таки для ЧПТ России это, собственно, хороший игрок, и то, что им Сауд Гемптом интересуется, но ему, тут им не только Сауд Гемптом, тут многие интересуются, но вопрос в том, вопрос в том, что у Сауд Гемптона тактика, во-первых, немножко не та, на этом можно видеть, и если посмотреть, да, то даже тот же Стивен Дэвис уже все равно должен играть, он все равно сильнее, и играть будет Дэвис, понимаешь, а не, а не, а не, а, а, ах, а не, а, а не этот, а не Родригес, да, будет играть, там найдется, найдется футболист, который будет выходить, вот на эту позицию вот и не думаю что обязательно нужно приобретать им ионова уже вот есть шейн лонг на замене который тоже может выйти да и показать контакте душенко заканчивается но это мне наплевать таких слабых игроков менее интересное будущее так по поводу козлова я скажу так что он не продается посмотри нас ищет других игроков ну потому что если я продам козлова да то у нас по большому счету никого не останется если я кого-то не хочу продать из всех всего нашего состава то это кокорина потому что это игрок оценен 10 миллионов я очень надеюсь я очень надеюсь что кокорином заинтересуются что его кто-нибудь приобретет да но посмотрите статистику фурута даже вот здесь 173 игры да и 38 это это знаешь это статистика то наш полузащитника но это не форварда статистика форвард ну хороший форвард забивает ну знаешь хотя бы в половине своих матчей ну если мы говорим там про топовых форвардов да в половине матчей здесь статистика ужасная понимаешь ужасная и ну значит это даже как-то странно игру группа атаки так мало забивает такого быть ну с одной стороны мне кажется да такого быть не может но вот же вот же и плюс ну голевые педачи здесь не считаются но лишь очень слабо очень слабо потому что вот 10 голов он забивал за сезон это его лучшие просто показатели а так у него и 8 дабы 2 поешь что это такое то что ловить что ли такой высокий ну мы видим состав карасандара ванда санжазини быстрого карасандар на восьмом месте идет на команда достаточно крепкая несмотря на то что не очень удачно выступает да поэтому нам будет довольно сложно что касается наших игроков да то здесь я немножко подкорректировал состав до губачан восстановился после травмы вернулся он еще не совсем готов но там была слава богу несерьезная не сильно упал в кондициях вот в центре поля вот нашел соснина я долго думал думал кого поставить но денисов получил дисквалификацию очень не вовремя в результате ставить ставить как вы понимаете некого да да соломутин валера выйдет статом составе у нас основном на замену выходит да но тут уже тут уже у меня выбора не было пришлось его выпустить статом составе владислав левин будет сидеть на скамеечке и ждать своего шанса потому что скорее всего выйдет вместо уставшего соснина ну либо александр маргунов но он тоже недавно играл поэтому ему придется придется много стараться да потому что 80 общее физическое состояние это это матч жизни и смерти скажем для кокорина но по крайней мере для меня я надеюсь что кокорин кокорин хорошо сыграет и поднимет свою трансферную стоимость чтобы его ну скажем так захотели приобрести многие лучшие клубы мира да ну или хотя бы россии чтобы чтобы миллионов за 13 хотя бы не показывает ту заплату получает он на вещь ставит на краснодар в этом матче я скажу так что я не буду все тактику на пресс-конференции здесь здесь нужно воспользоваться советами трансферского штаба жестко встречать жази не прессинговать быстро жестко отнимать все поехали так скажу вот что журналисты дали вам кучу авансов так что идите их оправдать это прежде всего прежде всего касается потому что ему авансов выдали знаешь на год вперед его всю зарплату всю зарплату будет авансом выдали вот сейчас не играет сейчас ничего не показывает но в то же время мяч что он получает и сказать что там какой на голодном байке опа соснина все соснил все сейчас заменим о боже мой голкипер это просто габула сейчас сам подарил возможность добивать ворота но очень плохо что с ним получает травму маргунов 80 левин 86 ну тут знаешь очень сложная ситуация конечно можно выпустить левина у левина у левина так пас 13 видений по ну ладно принципе левина с этой задачей должен справиться я говорю я в тебя верю но травма соснина естественно не кстати травма никогда не кстати но сейчас особенно и конечно конечно краснодар будет давить поддавливать мне кажется они за поражение в первом круге намеренно отыграться я с командой пообщаюсь я скажу уверенно скажу сконцентрируйтесь потому что мне не нравится то какой сейчас себя ведете левина дает на жиркова жирков кокорин ну кокорин катит на жиркова жирков мяч на перекладный пролетел хотя кокорин неплохо отдавал передачу да по инструкциям темп игры давай-ка держать мяч давай больше коротким пасом сейчас будем действовать потому что это то что надо сейчас нужно сохранять владение левин ну куда ж ты левин даешь ну видишь же жирков закрыт нет да по жирку на год юра и делай чё хочешь сарамутин хорошо разуме на зубни вперед на кокорина кокорин удар но дикань отбил хотя сейчас какой сейчас нормально пробил свою позицию в котором находился там он исполнил неплохо дьяков бьет головой но мимо это печально еще какой на 66 уже играет не показывает свой уровень даже близко но и здесь ну да ну елки-палки как можно было не забить сумасшедший момент очередной возник у ворот краснодара да но его реализовать не смогли неужели неужели придется мне погребника выпускать во втором тайме сарамутин желтая карточка плохо плохо у нас нет атак оборонительных игроков еще сарамутин на карточке ионов козлов вот этот фланг у нас зарубежный клуб и кокорин да елки-палки стопроцентный шанс вывели просто уже блестяще вывели на удар да и они вот так вот сыграли я скажу так что меня и близко не устает уровень футбола который я видел во первых во вторых сарамутин и уверенно тебе скажу тебе нужно успокоиться чтобы не получить вторую желтую карточку поведение заведенным то что он заведенный сейчас получит красную почему не даже на замену некого выпустить так что касается остальных мне нечего сказать продолжаем играем также в втором тайме я надеюсь что получится у нас по крайней мере я не знаю был забить не забить но момента создаем я не могу сказать что не создаем если взглянуть на статистику там есть на что посмотреть козлов сарамутин так валера отдал вперед на левина соломутин левин в основе это тоже скамейка не глубокая значит у нас козлов на кокорина кокорина здорово сбросил ионову да я тоже то есть не могу сказать что кокорин прямо никакой вообще но он моменты не забивает а форвард должен забивать момент зачем еще нужен форвард на поле если он не может забить хотя у него оценка ну 6 и 7 но это видишь это видишь это как сказать раз-на-раз не приходится мама его меняет ерухин у них малисио перейро а перейро ерухин перейро ну они то есть центральных хавов заменили но у меня у меня хавов нету центральных понимаешь то есть сарамутин зубнин они зубнин уставший смолова лучше так тут федю федю причем федю выпустили на фланг федю выпустили на фланг и федю нужно жестко встречать да даже прислуговать его нужно это опасный футболист ну и по заменам нам тоже надо бы замены сделать какие-нибудь да 660 кокорин он на своем уровне сыграл выпустим погребника чистым форвардом он это умеет делать может быть паша может быть паша сыграет так как положено я говорю что ты можешь пашу я я конечно даже не знаю какого фонда вместо кокорина приобретать даже не знаю потому что все таки все таки нужен же хороший фонд по большому счету штатовый погребняк при всем уважении да при всем уважении он такой одноплановый это таргет мэн да и если не дай бог травма получится ух зубнин хороший удар если не дай бог травма получит например ионов или жирков да то тяжело будет во всех смыслах тяжело будет так сарамутин отдает на зубнина а удар ну не точный ромя уже отдохнуть надо он устал очень сильно 58 да тут нужно заменам маргунова я выпущу левина свободным маргунова атакующим диспетчером но он хотя бы посвежее будет вот выйдет покажет посмотрим все таки маргунов он у нас создать создательного плана что он там на созидает я не знаю но по крайней мере уставшего зубнина нужно было поменять и левина созидали бы понимаешь красная елки-палки ну что такое это какой-то ужас левин дал жару да что собственно получилось теперь не имеет смысла никакого идти в атаку теперь нам нужно контратаковать естественно да ну подвел левин еще сарамутин же на каточке он переживал что сарамутин сарамутин там дров наломает он наломал в итоге левин который хорошо играл хорошо играл да но в итоге заработал красную карточку на ровном просто месте да на ровном месте понимаешь заработал эту карточку и я даже я даже не знаю как это описать да но очень-очень-очень печально это все было хотя написано оставаться на ногах было и стуса куда ты в центре поля прыгнул что ты ему в ноги прыгнул это не то что надо было я меняю тактику естественно применить изменения да ну тут выбора у меня уже нет времени конечно мало там до конца но все равно бютнар исполняет штрафной там на погребника бютнер добирается до мяча бютнер переводит на дьякова дьяков что будет делать перевод хороший на жиркова жирков падает на жирков падает это печально ну и там маргунов завладевает мячом назад по такой игре да то что мы 0 0 сыграли это кажется минус потому что наиграли наиграли на достойный результат я скажу так что меня не устраивает прошу меня не устраивает ваш уровень нужно было забивать моменты до моменты были не надо говорить что моментов не было переходим к анализу да давай посмотрим по моментам 15 ударов 70 ну что тут скажешь что плохо сыграли что ли сыграли хорошо на завершающей стадии не хватило мастерства вот и все и тут больше ничего не скажешь ничего не скажешь мастерства не хватило вот и все в завершающей стадии то есть пука сыграл кокорин мне сестра не устраивает он должен забивать голы он их не забивает вот увидите да хотя явные голевые моменты у краснодара там на видимо со штрафными стены по точным передачам лучше мы выглядели хотя и на пятерку отыграли без как бы 4 поставил хотя однажды болельщики вот эти оголтелые почти фанаты сидят на трибунах ля 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 вот так вот делают динамо понимаешь лучший клуб и так далее они скажут прекрасно сыграли там краснодар говно это я вам так скажу по проценту брака непрекрасно плохо сыграли это же мимо ворот были это тоже плохо это же видишь это заметно это не профессионалы там ля 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 делают а я видишь я смотрю я смотрю по показателям по технико-тактическим действиям козлов 4 диаков ну тройка губачан хотя диаков для защитника тридцать двойка губачан 4 бютнер 4 сарамутин пятерка зубнин пятерка соснин питье ну совсем без оценки вам только сразу вышел и получил травму ионов четверка жирков четверка кокорин тройка да даже за запоротые моменты можно двойку ставить погребняк без оценки левин ну сыграл так на пятерку но красную карточку получил минус 2 балла минус балл хорошо то четверка тройка я должна только вы все-таки поставлю пошла подвел команду по большому счету в концовке можно было бы поддавить да он взял и красную карточку заработал потому что играет там мало левер да мало играет но зарабатывает какие-то непонятные карточки вот 20 лет парню в принципе у него показатели неплохие для атакующего диспетчера без динамовских игроков до запасных он неплохой решение самовладание 9 сегодня на 9 себя в руках не держит пошли прыгает там в ноги поэтому это для меня честно говоря честно говоря стало открытием и не думал все-таки у меня агрессивный вот так вот себе статистику запоганил понимаешь и лишился шанса выйти в следующей игре у нас в следующей игре не выйдет еще и сарамутин потому что он того желтую вернее желтую карточку получил он дисквалифицирован по-моему до 1 до дисквалификации но это вот и он сейчас и заработал шарамутин дисквалифицирован там будет терек 4 0 урал а разнес посады а уфа обыграл цска вот он и аутсайдеры чемпионата садик у конечек ростов анжи джиниц кубанию сыграл в ничью да много ничьих идет только мордовия там смогла в гостях выиграть видимо витек не орал и вот они так сыграли так на две-три недели выбыл антон соснин по поводу соснина что я могу сказать ну конечно у него неплохие психологические показатели есть скорость вот за счет этого он играет ну технически этот игрок совершенно ну не совершенно но в принципе слабоват пас 12 для центрального полузащитника ну конечно и фланговый защитник тоже да но все таки у него две позиции переставлен крайний защитник считается вот ну и что я могу сказать это конечно совершенно не уровень совершенно не уровень я даже не знаю что по его поводу сказать еще и травмы достаточно часто получают ни одного результативного действия не сделал за весь чемпионат но зато хотя бы процент брака низкий поэтому он у меня играет теперь что касается области матчовой пресс-конференции серьезный может у вас травма такого как соснина но я скажу что есть игроки которые могут прийти к нему на замену ну выбор ответа не один из вышеперечисленных сегодня вам не удалось победить может ли вы дать решение тот факт что спад так уже не смог одержать победу я говорил что впереди еще много матчей вдаваться в эти результаты да по силу ли вам продлить успешную серию я говорил что я не хочу говорить о шансах ужасная игра в кость исполнения левина получить свою долю критики я скажу так что я не думаю что он намеренно носил травму он был дисквалифицирован так я ему так подожди лишить зарплаты на неделю не подавать апелляцию так лишить зарплаты нам денежки надо экономить ну конечно зарабатывает там копейки но согласился со штабом а что тебе делать взял и испортил команде игру да ну по крайней мере лишил возможности лишил возможности штурмовать в концовке да так так нынешний менеджер молодец он всегда производит впечатление у нас видишь у нас много ничьих у нас много ничьих всего лишь последних рыклах то одна победа по большому счету и ничьи и одни ничьи ливен согласился со штрафом еще бы он не согласился со штрафом еще бы ты не согласился со штрафом у тебя штраф то сколько за 950 долларов в неделю уж ладно потерпи понимаешь потерпит владислав владик да значит у нас зимний перерыв по его итогам вы увидите ну скажем так такой трансферный выпуск посмотрим кого нам удастся продать кого нам удастся купить естественно ждем с нетерпением что за сосудей к кориным тут выставится очередь да тем более игрок молодой надежда сборной россии да может быть кто-нибудь купит это чудо к себе в команду до 10 игр один гол супер форвард понимаешь процент брака там по 30 то есть это знаешь любят его там облизывать на этом на и на матч-тв да и на всяких мтв плюсах там облизывали по лучший форвард все доход 105 тысяч неделю долларов гелендваген понимаешь все есть приобретайте в комплекте получите машину лучшего игрока сборной топ форварда понимаешь и главное мне отдайте там примерно 15 миллионов да и выведу команду из кризиса всем большое спасибо за то что смотрели следующая серия выйдет после того как это наберет 300 пальцев вверх на ютубе я надеюсь что вы с этой задачей профессионально справитесь всем еще раз спасибо удачи и до свидания